но все равно это дорого конечно это большие цены в любом случае вот сейчас это пожалуй вот два два остальных раза больше чем обычные цены которые существовали два-три года назад на этом не остановится прыжки цен все равно будут они не вернутся к предыдущей планке двух-трехлетней давности потому что много факторов на это работает разных факторов которые формируют самое главное неустойчивую картину мир каждое событие каждый тревожный звонок прессы информация она в эту только увеличивает эту неустойчивость естественно поэтому конечно цены будут прыгать очень сильно газпром на европейский рынок зимние пики поставлял в предыдущие годы по суткам от 600 миллионов кубометров газа до миллиарда 700 миллионов даже чуть больше но если говорить о пиковых объемах поставок и говорить о том сколько газа будет не хватать в суточном европейском болванце то европейские эксперты сегодня называют астрономическую цифру 800 миллионов кубометров газа может не хватать европе в течение суток при аномально сильных холодах это одна треть всего европейского потребления и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все укладывается как раз в парадигму американского хозяйствования Раз там есть дефицит, и раз это нужно И раз они не будут получать в данном случае западную Европу из России А будут пользоваться американскими поставками То есть фактически американцы выступают тут уже, можно сказать, монополистами Раз есть дефицит, значит, есть самый смысл и самый удобный момент для повышения цен Собственно, все это укладывается полностью в классическую модель рыночной экономики с монополистическим компонентом Соединенные Штаты Америки действительно получают ряд плюсов от текущей ситуации В виде снижения активности одного из основных конкурентов Европейского Союза Получают приток промышленных производств Кто-то лишается рабочих мест, а ваши граждане рабочие места получат Налогооблагаемая база расширится Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по Германии И ложатся тяжелым бременем на наши компании по сравнению с другими странами мира Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс Безразборчивое применение такого инструмента, как санкции Санкции относительно поставок оборудования для нефтегазовой отрасли Санкции относительно СПГ-проектов Санкции относительно поставок энергетических ресурсов Если брать, например, нефтяной отрасль, то мы видим санкции по поставкам так называемого эмбарга Все это, конечно, в свою очередь еще больше добавляет деструктива и вопросов, касающихся обеспечения в целом энергетической безопасности не только Европы, но и в мире Потому что этот дисбаланс, он касается всего Энергетика, она не может быть локальной Переливая из одного стакана в другой, ты все равно получаешь баланс спроса и предложения мировой Вот по сути США им говорит, даже не оглядывайтесь, даже не думайте о том, что когда-то вы вернетесь к отношениям с Россией Мы сожжем вам все мосты, мы физически, вот, пожалуйста, уничтожаем газопроводы Теперь только сотрудничество с Соединенными Штатами Все страны ОПЕКО Плюс проголосовали за решение об ограничении добычи нефти То есть получается, что Казахстан, Азербайджан, Мексика, это все тоже голосовали Показательная история, получается, что американцы не способны полностью контролировать поведение этих стран Даже которые формально считаются их союзниками, где там их войска расположены, там, на Ближнем Востоке где-нибудь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok